Добрый вечер, Гомель! И середина лета, и согласитесь, это самое время собирать сочные ягоды, делать овощные салаты и блюда из крапивы. Да, да, вы не ослышались. Сегодня мы расскажем о самых популярных и малоизвестных летних рецептах. Ну, например, вы узнаете, где и как используют крапиву современные дачники. Как правильно употреблять летние салаты. Ну, какие травы можно собирать и заваривать в это время года. И, конечно же, мы раскроем главный секрет настоящего пирога с вишней. Так что, дорогие друзья, звоните в студию, делитесь своими летними рецептами по телефону прямого эфира 34 22 43 или пишите свои рецепты в Вайбере. Кстати, самый интересный рецепт, который прозвучит по телефону в прямом эфире, сегодня мы определим, скажем так, устроим конкурс на лучший летний рецепт. Но обязательно по телефону 34 22 43. И вот победитель, автор лучшего рецепта, получит вкусный приз. Что это будет за приз, мы узнаем чуть позже. Ну, а пока, дорогие друзья, давайте же послушаем, как поют разгары. Встречайте на Беларусь 4 вокальный ансамбль из Гомеля. Разгары. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон» 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 И до этого числа необходимо было Собрать крапиву Так как оно имело целебное свойство Нужно было варить борщи какие-то Щи Именно до этого числа До этого числа После этого числа Свойства немного не терялись Действительно, дорогие друзья Крапивное Заговение Это действительно белорусский Такой народный праздник Который отмечают до сих пор Во многих белорусских деревнях Именно в канун Петрова дня Считается, что крапива после этого дня, как правильно сказали наши гости, теряет свои чудесные телебные свойства, поэтому дачники и сельские жители дружно заготавливают, поверьте, до сих пор в эти дни крапиву, собирают листья и семена этого растения. Мне интересно, кто-нибудь из вас уже успел сделать какие-то крапивные заготовки, крапивные букетики, венички? Я не делал ничего. Я этого жучьего растения, конечно, я боюсь. Да, была в детстве, сестра бегала за мной, я даже немножко ушел, шалил, обжегся. Есть свои отметины на лице. А, ну, Павел, ну очень хочется, чтобы в ходе нашей программы изменилось и ваше мнение, и наших, может быть, некоторых телезрителей, которые также боятся этого чудо-траву, поэтому, в принципе, я предлагаю именно сейчас об этом и поговорить. Но, дело в том, что, дорогие друзья, вы знаете, накануне программы о летних рецептах наша постоянная телезрительница и, кстати, участница нашего проекта, любительница домашней хитрости и кулинарных рецептов Ксения Литвин прислала нам замечательные фотографии, где она собирает крапиву. Мы не могли обойти вниманием такой факт и, конечно же, пригласили Ксению на нашу сегодняшнюю программу. Ксения, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, во-первых, спасибо, что пришли. Очень рада видеть вас сегодня в нашей студии. Ну, я так понимаю, что с крапивой вы дружите. Мне она очень нравится. Но собирали все равно, вот я смотрю по фотографии в перчатках. Ну, конечно, в перчатках, но до 12-го числа. До 12-го, ребят, сегодня все можно. Так что целебные свойства будут. Ну что ж, Ксения, вы принесли, у нас сегодня вот крапива есть в студии, да, вы принесли такой букетик небольшой из нее. И есть еще засушенный вариант. Вот мне очень любопытно, для чего засушенная крапива. Можно я вам покажу? Конечно, мы вас поддержим. Я хочу своим советом поделиться, что я делаю с крапивой. Вот у меня здесь засушенная крапива. Возьму горячий кипяток. Можно, в принципе, всю залить эту крапиву. Что мы с нее сделаем? Вообще-то, очень хорошая маска для лица из этой травки. А, для красоты? Да, да, очень-очень отличная. Ну-ка, расскажите поподробнее нам. Берем, значит, мы засушенную. Засушенную крапиву. Ну, здесь много, в принципе, на все хватит делать масочку. Мы ее заливаем кипяточком и минуток пять. Она же, когда засушенная, наверное, уже не колется. Вы знаете, немножко колола меня. Но я не боялась. Потому что красота требует жертв. Так. Вот, мы подождем. Я уже слышу, как она пахнет. Но, на самом деле, и все? Вот это вот и все? Подождем. И так просто быть красивой? Да, только нужно усилие предлагать. Потому что иногда ленимся и ничего не делаем. Когда она заварится, вот эту вот саму травку, можно сделать маску на лицо. Ну, кто не хочет или там... Я смотрю, как передернулось лицо Павла. Вы уже боитесь ее? Он предоставил лицо Крапиву, да. Не бойтесь. Если кто боится, тогда этот отвар, который остается, его можно в холодильник, в эти кубики залить. А, заморозить. Заморозить, да. И потом утром умывать лицо. Он тонизирует. Я вот, честно, пользуюсь. Я даже ее и пью. Секрет красоты от Ксении Литвин, дорогие друзья. Отвар Крапивы. Вот так вот. Заморозить и... Умываться. Подтягивает кожу лица, тонизирует. Но здесь содержится... Ну, это горечь, это острота. Ее нужно очень осторожно. Пять минуток и все, иначе может быть ожог. А, то есть очень аккуратно, да? Делать такой отвар. Спасибо. Ксения, а используете ли вы Крапиву на кухне? О, да. Я ее люблю, очень люблю. Потому что она такая прям сочная. Я представляю, как передернула некоторых сейчас наших телезрителей от слова «я очень люблю Крапиву». Правда. Она витаминами вся, просто прыгает витамины. Что я хочу сделать? Что будем готовить сегодня из Крапивы? Я хочу сегодня приготовить салат из Крапивы. Что для этого нужно? Прежде всего, перчатки. Ага. Так что, если вы боитесь, можете одеть перчатки. Мы возьмем немножко. Я, в принципе, не боюсь, смотрите. Я не боюсь. Ошпаривать кипятком. Да, мы ее ошпарим. Это свеженькая крапива, вы сегодня ее сорвали? Свеженькая. Но целебные свойства все равно у нее есть. Не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Салат будет витаминизированный. Когда ошпариваем, она перестает колоться. Да, да, она перестает колоться. На две минуточки мы зальем ее. Кипяточком. Кипяточком, да. Оставим. Так. Будем нарезать. Что нам нужно еще? Два огурчика. Итак, первый ингредиент. Это должна быть свежая крапива, которую надо залить кипятком. Дальше. Что еще входит в салат? Мы возьмем два огурчика. Два огурчика возьмем. Начнем их резать. Дальше. Что еще входит в салат? Два яйца. Вот. Яйца домашние. Советую всем покупать, у кого есть возможность, покупать домашние яйца. Так. Что еще входит в салат? Сметанку. Обычную сметанку. Можно жирность небольшую, 15%. Еще я принесла, у нас есть в студии здесь базилик. Зелик, базилик и петрушечка. Нет, ну вы правильно сказали. Это вы принесли, это с вашего огорода. Мне кажется, заслуживает, да. Как же это крапиво заслуживает, аплодисменты. Ну что ж, дорогие друзья, Ксения приступает к важному моменту. Она будет готовить салат из крапивы. И я бы хотела, чтобы режиссер показал для зрителей, скажем так, перечень продуктов этого рецепта. Но основной момент, это, конечно же, крапиву замочить в горячей воде. Ну что ж, мы будем наблюдать постепенно. Если удастся, попробуем в конце программы. Ну и продолжаем нашу программу. Дорогие друзья, напоминаю, вы смотрите программу «Добрый вечер. Гомель». Телефон в студию 34-22-43. Сегодня мы объявили конкурс. Конкурс на лучший летний рецепт. По этому телефону вы можете позвонить, его рассказать. И, поверьте, автор самого лучшего рецепта определится в конце программы и получит, ну такой, скажем, подарок с сюрпризом. На данный момент пока это, просто скажу, это сладкий приз. Но и впереди, поверьте, еще будет очень много чего интересного и удивительного. Ну а на данный момент мы говорим про крапиву. Итак, жгучая крапива родится, да, как было дальше? В щах увариться. Так гласит народная мудрость. Наши предки, они вообще судили о свойствах крапивы на основании, конечно же, собственных наблюдений, да, каких-то вот таких народных поверьей. И мне кажется, редко ошибались. А вот что скажут современные диетологи о свойствах крапивы и летних рецептах с этим удивительным растением? Вот предлагаю узнать прямо сейчас у нас в гостях врач Центра превентивной гастроэнтерологии нашего республиканского центра РНПЦ Радиационной медицины и экологии «Человек». Это Татьяна Гавриленко. Татьяна, очень рада, что ты пришла сегодня на нашу программу. Добрый вечер. Добрый вечер. Я просто знаю, насколько ты занята. У тебя обстоят какие-то международные конференции, приемы, врачи, больные. В общем, смысл в чем? Я благодарна, что ты находишь время для того, чтобы поделиться с нашими зрителями своими вот какими-то советами, как быть здоровыми, не переборщить чем-то или чего-то недоесть, что называется, да. Но для начала скажи, пожалуйста, ты вообще с крапивой дружишь и часто ли вот балуешь свою семью подобными блюдами? Дружу с крапивой, нравится мне это как зелень, но могу сказать, что, конечно, не часто. Имея приусадебный участок, имея крапиву на приусадебном участке. Обходишь немножечко. Мы больше ее используем в косметических, наверное, целях. Какие-то отвары для волос, как сказала Ксения, да, кубики льда для протирания леса в летнее время. Но в плане того, что ее употреблять регулярно в пищу, наверное, все-таки нет. Но как ты считаешь, что мы многое теряем, вот забывая сегодня про этот продукт? Вот скажем так, в чем его плюсы? Очень богата она витамином С. Особенно вот как самая-самая первая зелень, когда еще ничего нет, еще ничего из-под снега не выросло. Крапива, конечно, обладает бесценными свойствами для нас, для того, чтобы вот после зимы немножко поддержать нас и дать нам какие-то новые силы. Вот это вот самая первая, самая свежая зелень, конечно, она и пойдет в салаты, и пойдет в щи, которые еще щавель не вырос, да, а уже крапива есть. Но опять-таки не системно. Это все надо употреблять, помня о том, что все-таки крапива имеет тоже свои противопоказания. А какие? Во-первых, значит, крапива, она обладает разными свойствами в зависимости от того, в каком она виде пребывает. Сухая крапива имеет одни свойства, молодая крапива другая, после цветения третьи свойства. Поэтому каждый... Поподробнее, вот, например, вот сухая крапива, она больше для чего подходит? Для заваривания вот каких-то масочек? Для косметических, да. Сухая крапива обладает такими свойствами, как разжижение крови. Это надо помнить тем людям, которые употребляют специальные препараты для разжижения крови, да. Это женской половине населения, надо об этом помнить, что иногда можно спровоцировать нежелательные последствия, употребляя эту сухую крапиву в виде чая, отвара, там, или какие-то другие, да, можно в салаты ее добавлять. В принципе, она не теряет своих свойств, если ее просто вот сухую покрошить, положить в баночку и оставить на зиму, просто сыпать в салат. Это хорошо. В сухом виде. В сухом виде, да, как базилик, как любые специи, которые заготавливаются на зиму. Но, опять-таки, не перебарщивая. Отлично. Свойства ее основные какие? Это кладезь витамина С, его там огромное количество, можно сравнить только с лимоном, с малиной, с какими-то ягодами, да, но меньше, чем, допустим, в красном перце содержится этого витамина. Дальше еще такие знаменитые ее свойства – это мочегонный и желчегонный эффект. Опять-таки, людям с заболеваниями вот этих органов, да, надо об этом помнить, чтобы не передозировать эти препараты и не спровоцировать нежелательные последствия. То есть, если говорить о том, как употреблять крапиву, чтобы не навредить организму, то лучший ее вариант – это сухая посыпать салат. Или же свежая, вот в сезон, да, можно сделать салат, который… Вот, кстати, как вот этот рецепт, который предлагает Ксения, где есть… Хороший. Хороший рецепт. В принципе, сочетаемый, да, вот насколько вкусный, мы попробуем в конце программы. Кстати, мне подсказывают, у нас есть телефонный звонок, я просто напомню нашим зрителям, что мы объявили конкурс на лучший летний рецепт. Победителя ждет сладкий приз, и, может быть, это один из, как раз-таки, таких вот потенциальных победителей. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Давайте для начала с вами познакомимся и, наверное, услышим ваш рецепт. Добрый вечер, меня зовут Татьяна. Татьяна, скажите, вы как к крапиве вообще относитесь? Очень хорошо. Я каждое лето готовлю крапивный кефир. Вот я бы хотела телезрителей познакомить с таким вот интересным рецептом. Так, слушаем вас внимательно. Так, нужно взять крапивные листья, зелень, обдаем кипятком, затем это все мелко шинкуем и отправляем в блендер вместе с кефиром. Если кто-то хочет добавить вкуса, то можно еще посолить. Это очень вкусно. У меня вся семья пьет такой кефир. Спасибо, вам прям захотелось. Кефирчика с крапивой. Спасибо. А что скажут на такой рецепт? Как отреагирует Татьяна? Хорошо. Если нету противопоказаний к употреблению крапивы, очень замечательно. Любая зелень всегда хорошо. Но в любом случае, никто, наверное, не предложит нам ее использовать в таком виде без кипяточка. Наверное, никто не рискнет. Но спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья. Конкурс продолжается. Звоните. 34-22-43. Мы сегодня говорим о летних рецептах. И вот есть сообщение в Вайбере. Степан пишет, что он очень любит летом готовить большую яичницу с крапивой и жареным луком. Ого, Степан, эти аплодисменты для вас. Интересный рецепт. Я смотрю, Петру понравилось. Ну, а Максим обожает кабачки. Тушеные, запеченные. Ел бы и ел, говорит Максим. Ну что ж, Максим, действительно, кабачки это тоже такой летний интересный продукт. Алексей говорит, что летом предпочитает окрошку на квасе с хреном. Да после баньки, Алексей! Спасибо. Чудесные рецепты. Дорогие друзья, звоните в студию, участвуйте в нашем конкурсе. Напоминаю, что победитель получит сладкий приз. И вот согласитесь, лето, вот мы говорим летние рецепты, а ведь лето это пора не только ягод, зелени, да, это еще пора чего? Пикников. Выезда на природу. Выезда на природу, всяких развлечений. Так вот, дорогие друзья, сегодня, кроме сладкого приза, мы разыгрываем два билета на уникальное мероприятие. Это семейный арт-пикник Межень, который пройдет 14 и 15 июля, уже в ближайшие выходные, в арт-деревне Червоный Кострышник в Реческом районе. Так что, если вы хотите переключиться от городской суеты, окунуться в творчество, общение, шум леса, вот представьте, пение птиц, закаты, рассветы, звездное небо, потрескивание костра, в общем, собирайте рюкзаки, берите палатки и, как говорится, в Червоный Кострышник. Организаторы обещают очень насыщенную культурно-познавательную программу как для взрослых, так и для детей. Это будут мастер-классы по ремесленничеству, по изобразительному искусству, это будет концерт музыкальных групп, вообще много чего интересного. Ну, в принципе, все подробности этого уникального арт-пикника можно найти прямо сейчас в социальных сетях. Ну, например, вот ищите ВКонтакте группу «Арт-пикник» «Червоный Кострышник» и узнаете все подробности. Ну, а для счастливчиков, напоминаю, прямо сейчас мы разыграем два билета на это уникальное мероприятие. И чтобы их получить, достаточно позвонить в студию по телефону 34-22-43 и ответить на вопрос «Что же такое Межень?». Итак, 34-22-43 и два билета, и выходные замечательные на арт-пикнике вам обеспечены. Ну, я смотрю, Ксения, кстати, заканчивает приготовление крапивного салата. Ну, Ксения, все в ваших руках, что говорится, действительно пробуйте. Я думаю, вы можете даже попросить угостить Павла. Ну, а я попрошу... Не боитесь? Я попробую. Я рискну, я рискну. Павел, мы просим, да, давайте попросим Павла. Я тоже хочу. Можно, Петр, пожалуйста. Я с удовольствием попробую. Ну да, выглядит очень аппетитно. Вот и первый. Так, дорогие друзья, разгара не забудьте, что впереди еще две песни, поэтому поаккуратнее там с салатом. Ешьте, ешьте, больше крапивки. А я попрошу напомнить рецепт, пока тут дегустируем. Ну как? Живой. Я бы еще подходил. Да, но сольки нет. Итак, Ксения, ну, ваше творение оценили. Напомните нашим зрителям... Ксения, волнуйся. Волнуйся, чтобы было вкусно. Спасибо эфирам. Чтобы всем осталось. Ксения, напомните, для наших зрителей рецепт и прошу показать слайд режиссера. Итак, что входит в салат с крапивой? Это свежая крапива, которую нужно залить кипятком. Потом два огурца, два яйца, базилик, петрушка или сельдерей. В общем, если есть какие-то еще зеленые зелень какая-то на огороде, все сюда. И сметанка. Дорогие друзья, вот посмотрите, наши музыканты уже оценили этот рецепт. Узбодрились, какие-то. Ксения счастлива, разгары счастливы. Что еще надо? А ведь это все чудодейственная трава под названием крапива. Ну, мне кажется, вы можете попробовать сделать такой же салат дома. Мне кажется, его несложно готовить совершенно. И всегда можно сделать его оригинальным каким-то, по-новому, чего-то добавить. Так что запоминайте рецепты, записывайте рецепты от нашей программы и готовьте вместе с нами. Ну что ж, продолжаем нашу программу. Анастасия прислала в Айбере очень интересное сообщение. Она в этом году открыла для себя новый салат с баклажанами, брынзой, грецкими орехами и оливковым маслом. Ну, просто чудо-рецепт. Так, еще раз, Анастасия, баклажаны, брынза, грецкие орехи и оливковое масло. Ну, такой по-богатому, что говорится, такой вот, да, рецептик. Ну, спасибо большое. Ирина сообщает, что все лето ест салаты с руколой. Да, 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 я забыла сюда ее принять. Еще и руколу сюда. Да, она такой вот именно ореховый какой-то аромат. То есть, в принципе, можно и руколу добавлять. Вот, ребят, кстати, насчет салатов. Какие вы салатики предпочитаете летом? Свежеснятые. Вот только что вот он завязался. Вот он маленький. Помидорчики маленькие, огурчики. Вот такие вот малюсенькие, с мизинчиком. Они самые вкусные. Все малышенькое самое лучшее. Полностью солидарен с Петром. Очень вкусно. Екатерина, что любите вы? Я сладкоежка, поэтому я фруктовые салаты люблю. То есть ягодные, фруктовые салатики. Но в любом случае это вот все запах лета, да? Конечно. Ну что ж, Татьяна, ну вот самый привычный, популярный салат, который мы сегодня употребляем и употребляем, всегда это огурцы и помидоры. Вот в последнее время диетологи советуют их употреблять по отдельности. Татьяна, ну а что не так с этими овощами? Действительно ли их надо употреблять не вместе? Доказательная база на эту тему нет. Это очередное, наверное, модное веяние, да? Значит, суть теории в том, что огурец и помидор обладают разной реакцией. Один щелочной, то есть огурец, да, а помидоры кислые. И вместе друг с другом они не сочетаемы. Была такая же теория на предмет употребления, когда рассматривалось раздельное питание о том, что мясо, допустим, нельзя с крахмалистыми никакими овощами. То есть мясо с картошкой категорически нельзя, мясо с... А сейчас уже можно? Или до сих пор нельзя? Доказательной базы на эту тему нет. Каждый человек индивидуальность. У каждого свои свойства в выработке ферментных систем. Поэтому сказать однозначно, что вот всем подойдет единый рецепт, нельзя. Кому-то хорошо одно, кому-то хорошо другое. Поэтому рассматриваю это вот просто сейчас как новое веяние, новое течение. Нравится, разделяйте. Не нравится. Ну, мы привыкли жить... Я не представляю жизнь без салата с огурцом и помидором, да? Это как-то это наше такое, знаете, это наше... Как картошка это наше все практически. Ну, спасибо. Много кому просто нельзя свежий помидор, наверное, да? Вот из этого как бы такая теория и немножко вытекает. Татьяна, а вообще как правильно употреблять летом свежие овощи? Ну, скажем так, сколько их должно быть в рационе? Больше, чем зимой? Больше, однозначно больше. В любом случае больше, потому что сезон, да? Сезон есть возможность такая, конечно. Оно все натуральное, не привозное, оно все наше родное, поэтому да. Слово больше не может перейти, ну, скажем, слишком много. Я имею в виду, есть какая-то доза, которую нельзя перейти, например, там, полкило огурцов. Или там, да, 800 граммов, только овощей не больше в день. Нет. То есть ешь, пока ест, называется, да? Спасибо. Аплодисменты. Спасибо, Татьяна. Есть вопрос в Айбере насчет помидоров, но мне подсказывают, есть еще и телефонный звонок. Давайте послушаем, может быть, это очередной летний рецепт. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Давайте познакомимся. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, и я хочу поделиться своим рецептом и ответить на ваш вопрос. Так, еще раз, давайте мы напомним нашим зрителям для начала вопрос нашего конкурса, за который победитель получает пригласительные, два пригласительных билета на арт-пикник. Итак, что же такое межень? Межень – это низкий уровень воды в реке. Все правильно. Ну что ж, вы готовы ехать в эти выходные в Реческий район, Червоный-Кострычник, и окунуться вот в эту атмосферу арт-пикника? Я думаю, что это будет здорово, да, я хотела бы. Отлично, так что обращайтесь к нам, приезжайте за своими билетами. Эти аплодисменты для вас, спасибо большое. А теперь у вас есть шанс еще и стать победителем нашего конкурса на лучший летний рецепт. Слушаем, что вы предлагаете, что вы готовите. Я бы хотела познакомить вас со своим любимым рецептом. Это суп-пюре из кабачка с плавленым сыром. Еще раз, суп-пюре из кабачка. С плавленым сыром. Да. Так, интересно. Для этого нам понадобятся кабачки, их нужно отварить вместе с картошкой, морковкой, также туда добавляется чеснок, все это превращаем в пюре, и потом добавляем плавный лилийный сырок с кусочками. И все так просто, и что-то, как мне кажется, очень вкусно должно быть. Это и стыдно, и недорого. Спасибо, ты недорого. Спасибо большое. Спасибо, понравился рецепт супчика. Я даже у Татьяны у гастроэнтеролога не буду спрашивать, там плавленый сырочек, так я так это даже не задаю вопрос. Тань, на самом деле, интересный рецепт, мне кажется. Тем более кабачки, пюре, сырочек можно же иногда, правда, добавить. Сглазить сырочек, кабачки. Ксения тоже знает этот рецепт. Ребят, самое главное, запоминаем рецепты, которые зрители говорят по телефону, потому что это потенциальные победители нашего конкурса на лучший рецепт. Ну что ж, есть вопрос в Айбере от Карины. Я очень люблю летние помидоры, спрашивает наша телезрительница, вот задает вопрос диетологу, можно ли при гастрите кушать сырые овощи? В период обострения нежелательно. В период обострения, то есть здесь ключевое слово. Ну что ж, спасибо. Дорогие друзья, напоминаю, что вы смотрите программу «Добрый вечер, Гомель». Сегодня мы делимся летними рецептами, ждем ваших. Сразу после рекламы вернемся в студию. На Ивана Ночи ванна купала, ночи ванна купала, ночи ванна купала. На Ивана Мало-мало гуляла, ночи ванна купала, ночи ванна купала. Ой, лето звонкое, цвите рамонками, на Ивана, на Ивана, на Ивана купала. Не развитаемся, коли споткаемся, на Ивана, на Ивана, на Ивана купала. А ночка летняя, тёмная, тёмная, А ночка летняя худка сникает, А непрыгметная, кветка шароная, Тому покажется, кто покахает. До неба полымя, все зоры полные, На Ивана, на Ивана, на Ивана купола, И песни родные, пяются народные, На Ивана, на Ивана, на Ивана купола. А речка быстрая, чистая, чистая, Вода прозристая, зоры любляет. А люба девонька, вот же искрыстая, Вянок свой по воде зорной пускает. И плыви, и плыви, и вянок ружа, Колос Васильев, реченька студеная, Соронька шаленая, вот ж, ночь, Прыгоди к моему милому груди, Ты огненчик распали, от небесы до земли. А ночка летняя, тёмная, тёмная, А ночка летняя худка сникает, А не прыгнетная, гнетка чароная, Тому покажется, кто покахает. Ой, лето звонкое, цвети рамонками, На Ивана, на Ивана, на Ивана купола. Не развитаемся, коли споткаемся, На Ивана, на Ивана, на Ивана купола. На Ивана, на Ивана купола, На Ивана купола, На Ивана, 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 на И Кому покажется, кто покахает. Ты плыви, плыви вяно, кружек, колос Васильев, Реченька студеная, соронька шаленая. Ночь, ночь, приходи моему милому груди ты, Огенчик распали огня, весы до земли. На Ивана. На Купалу, на Ивана. На Купалу, на Ивана. На Купалу, на Ивана. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Это программа «Добрый вечер, Гомель». Сегодня мы делимся друг с другом летними рецептами. Ждем ваших по телефону 34 22 43. Напоминаю, что сегодня вот это вот замечательное, позитивное летнее настроение нашей программе и всему этому «Доброму вечеру» придают ребята, которые находятся в этой студии. Это вокальные ансамбли «Разгары», аплодисменты. Ну что ж, только что мы услышали белорусскую зажигательную народную песню «Купали» в вашем исполнении. Вот мне интересно, кто из вас в этом году на Купале искал, а может быть даже нашел цветущую папороть-кветку? Кто венки отправлял по воде? Кто прыгал через кастрю? Я могу ответить на этот вопрос. На цвет, да? Потому что в Купале мы, как правило, работаем и дарим людям праздник. По-любому. Поэтому нам некогда ходить в лес и искать эту папороть-кветку. То есть у вас свой клад, да, скажем так? Мы ее целый год ищем, эту папороть-кветку, ищем, ищем, и счастье, оно приходит. Оно вот приходит, когда его ищешь. Не обязательно находить. Понимаете? А, то есть вы с такой вот позиции отмечаете? Да, мы всегда на празднике. Вот Купале наступил праздник, все, счастье. Ну что ж, ну согласитесь, дорогие друзья, вот все-таки середина лета – это удивительное время. Вот смотрите, по народному календарю, именно в июле славяне отмечают праздники, ну, в большинстве своем связанные с природой. Это вот Купале, да, Крапивное заговенье, причем это лишь некоторые из них. В ближайшее воскресенье ждем следующий праздник, называется Берегиня. Так славяне называли хранительницу дома, семейного очага, и этот праздник наши предки связывали с березой. Именно поэтому 15 июля девушки ходили в лес поклоняться этому дереву и просили у березы счастья в любви. Мужчины заготавливали березовые веники для бани в это время, ну, а хозяйки готовили на ужин пироги или вареники с вишней. Вот очень интересно, ребят, соблюдают ли современные хозяйки народные приметы и традиции? И вот, например, как у вас обстоят там березовые веники, вареники с вишней? Лично у меня в семье вареником с вишней быть. Быть? Да. Сладкоежка. Потому что я... Хорошо, но березовые веники кто-то уже успел сделать? Вы знаете, я очень уважаю природу. То есть веник... Лучше так помоешь, пускай живет. Вареником быть, веником нет. Понятно. Ну что ж, всю эту ситуацию вот для этого сегодня в нашей студии пришла исправить Ксения. На самом деле Ксения знаменитна не только своими пирогами и удивительной выпечкой. Наши зрители вот до сих пор, Ксения, вспоминают ваш торт Наполеон. Да, вы считаете? И я знаю, что для нашей сегодняшней программы вы приготовили сюрприз. Мне вот страшно спросить, неужели это все-таки вареники с вишней? Вареники тоже люблю, но я к вам пришла сегодня с пирогом с вишней. Пирог с вишней, его нет еще пока здесь. Давайте мы его пригласим. Пирог? Пирог в студию! Движный пирог. Ну вот, спасибо. Спасибо большое, Сергей, спасибо, что принесли нам этот замечательный пирог. Что же нам делать с такой красотой? Ну что ж, наверное, это и есть наш секрет. По традиции подарим этот пирог телезрителю. Ксения, вы согласны? Я-то с удовольствием хочу подарить, но он мне так пленяет ароматом. То есть, по-моему, она не совсем готова. Может, не весь, не весь подарить. Кусочек. Нет, 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 чтобы. Я даже уже знаю, кому подарить. Хотя еще, по-моему, только два вопроса. Подождите, давайте мы дослушаем до конца наших телезрителей. Дорогие друзья, этот замечательный пирог с вишней достанется сегодня победителю нашего конкурса. Конкурса на лучший летний рецепт. И у нас уже прозвучали интересные рецепты. И мне подсказывает режиссер, что есть еще один телефонный звонок. Надеюсь, это еще один желающий попробовать этот пирог с вишней. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Давайте с вами знакомиться. Здравствуйте, это Наталья Анатольевна. Я уже у вас... Здравствуйте, Наталья Анатольевна. Добрый вечер в понедельник. Попробую, как говорится, в этот раз. Но я предлагаю свой рецепт. Мы его слушаем. Двумя способами. Постный и не постный. Пирог с вишней? Вы предлагаете рецепт пирога с вишней? Нет. Предлагаю свой. Каравай овощной постный и каравай овощной не постный. С добавлением мясных продуктов. Слушаем. Взять буханку хлеба. Круглую буханку хлеба. Срезать верхушечку. Вытащить мякушек этот вырезать. Отдельно стушить овощи. Кабачок. Капусточку. Болгарский перец. Каждый может на свое усмотрение. Кто любит больше, кто меньше. Это первый способ овощной. Потом эти овощи сложить в буханку хлеба. А прежде чем сложить в буханку хлеба, подсушить в духовке на 5-10 минут. Чтобы буханка хлеба немножко корочкой покрылась. Так. Подсушилась. И потом эти овощи сложить в буханку хлеба. Накрыть крышечкой. Срезанной. И поставить в духовку на 15-20 минут. Эти овощи немножко размягчат в буханке хлеба. И очень будет вкусно. Может быть вы не будете рассказывать теперь уже мясной рецепт? А то у меня уже слюнки от этого потекли. К овощам добавляются мясные продукты. Кто что любит. Грудинку, колбаску, сосиски. Кто что любит. Тоже обжать отдельно и добавить к овощам. Перемешать. И сверху посыпать сыром еще. И тоже закрыть крышечкой и запечь в духовке. Очень оригинальный рецепт. Спасибо вам большое. Эти аплодисменты для вас. Замечательный рецепт. Сеня, вы что-то хотите забыть? Я не знаю, где взять круглый хлеб. Белый. Я не видела белого хлеба. А, то есть вы таким образом решили как бы, да, схалтурить. Но мне кажется, здесь можно назвать рецепт по-другому. Например, не каравай, да, овощной там, а кирпичик, да, вот овощной там или с сосисками. Но в принципе, да, очень хорошая идея. И вот тем более летних овощей очень-очень много. Ребята, вам всем предстоит сегодня выбрать лучший рецепт. Дорогие друзья, еще есть время. 34-22-43 вот в ходе нашей программы. Звоните, предлагайте свои рецепты и выигрывайте вот этот замечательный, ароматный, душистый, я бы сказала, пирог с вишней, который приготовила сегодня Ксения. Ну, на самом деле, пироги, они всегда вот почитались, да, у славян. Не зря вот наши предки говорили, как вот красна, изба не углами, а чем? Пирогами. Пирогами, да. Ксения, вот я хочу спросить. Чей рецепт, по которому вы приготовили вот этот замечательный шедевр? Лично. Вы сами его... Потому что я его усовершенствовала. Усовершенствовала. Какой-то секрет в нем есть? Расскажите вообще его рецепт нам. Ну, во-первых, я ориентировалась на рецепт уже, который существовал. Это, значит, 100 грамм масла, полтора стакана, значит, вот, два яйца, сахара 150, сливочное масло 100 грамм, ванилина один пакетик, разрыхлитель, одна чайная ложечка муки, полтора стакана вишни 300 грамм и сахара. Ну, значит, я взяла больше вишни. Я люблю вишенку, вот эту вот сочную такую, да? Мне она больше понравилась. Но пирог не выглядит каким-то мокрым, я бы так сказала. А, кстати, вот это и есть мой секретик. Когда я укладывала вишню, я присыпала сахаром. Ну, так как сахар и вишня, оно будет сок выделяться, я знаю, что крахмалом посыпать, если... Тогда крахмал сделает такое, как бы, желейное вот что-то. Просто посыпать сверху крахмалом? Да, просто крахмалом, и он не будет уже сырым. Очень интересный секрет. Вам не жалко вот так вот раскрывать секрет для всех? Пускай пользуются люди, пользуйтесь. Это очень вкусно. Спасибо большое. Ксения, а какой еще способ заготовки вот вишни вы обычно используете, кроме как пироги вот такие? Ну, вишню я предложила бы и заморозить, желательно без косточек, чтобы порадовать своих домочадцев, гостей в зимний период или осенью таким же тоже сочным ароматным пирогом. Вишню обожаю. Обожаю. Я не могу стоять, мне прям хочется кусочек. Нет, Ксения, как хотите, пирог разыгрываем сегодня однозначно. Татьяна, что скажет официальная медицина про летние ягоды? Вот, например, вишня. Как правильно ее употреблять и какой способ заготовки вот на зиму самый, ну, скажем так, универсальный или щадящий может быть? Что посоветуете? В плане заготовки, правильно сказала Ксения, замораживать, да, потому что максимальное количество всего сохраняется. Еще один альтернативный хороший способ – это сушка. Посушить вишню. Посушить или завялить, да, потому что вяленая вишня может использоваться долгими зимними вечерами вместо десерта с чашкой чая. Это очень вкусно, полезно и замечательно. И сохраняет все свои полезные свойства. Совершенно верно. Она просто избавляется от влаги. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, летние рецепты сегодня продолжаются. Вот в Вайбере также присылают наши зрители рецепты. Анна говорит, что ее семья очень любит пирог из песочного теста с красной смородиной и обязательно с компотом. С компотом из свежих ягод. Да, вот кругом, видите, все-все летние дары, да. Наталья сообщает, что целыми днями сейчас варит варенье. 15 литров сварила. Огурчики на подходе. Скоро начнется маринование. Наталья, вот эти аплодисменты для вас в поддержку вашей консервации. Ольга предлагает попробовать летний пирог из ревеня и шелковицы. Тесто любое для закрытого пирога. Ну и желает всем приятного аппетита. Спасибо, Ольга, вам за рецепт. Ну а Леонид прислал нам такую пословицу-поговорку. Насморк, кашель, голова, лук с метком прими сперва. Еще раз. Насморк, кашель, голова, наверное, да. Лук с метком прими сперва. Вот такой вот дает рецепт Леонид. Татьяна, я как у доктора должна спросить. Вы машете... Просто вот так. Леонид, спасибо. Спасибо за активность и внимание к нашей программе. Вообще, на самом деле, что бы мы делали без народных рецептов, без бабушкиных советов, без официальной медицины. Дорогие друзья, напоминаю, что совсем скоро мы определим победителя конкурса на лучший летний рецепт. Это сразу после рекламы. И, кстати, после рекламы мы также расскажем, какие травы стоит собирать в июле. Оставайтесь с нами. Продолжаем прямой эфир. Сегодня говорим о летних рецептах. Июль для травника. Вот согласитесь, это просто настоящее раздолье. Середина лета, когда на лугах, на полях очень много трав, очень много цветов. Вот самое время заготавливать какие-то полезные такие снадубья на целый год. Ну, согласитесь, травяные чаи, они сегодня очень популярны. Это один из продуктов здорового образа жизни. Кто-то с травяными чаями худеет, кто-то там занимается очищением организма, кто-то вообще лечит какие-то хронические заболевания, кто-то нервы даже, я знаю, успокаивает такими растворами, я бы сказала, да. А кто-то, как я, например, просто получает удовольствие от приятного такого летнего аромата, вкуса, особенно если ты зимой заварил себе чашечку травяного чая. В общем, какие дары матушке природы можно собирать и заваривать уже вот в июле, особенно для чая, об этом мы поговорим далее в нашей программе. Напоминаю, что уже осталось совсем мало времени, чтобы разыграть вишневый пирог. Для этого надо предложить свой летний рецепт по телефону 34 22 43. Звоните в студию. Ксения, вопрос опять же к вам. Я знаю, что вы страстная, такая вот любительница травяных чаев. Люблю травки, люблю травки всякие разные. Вот, расскажите, пожалуйста, какие травы, какие листья, какие цветы вы собираете в это время года, в июле, в середине лета? Успела собрать уже Иван-чай, мелису, мяту, ромашка еще была где-то в конце, в конце июня, да, сейчас уже нету. То есть вот что-то из того, что вы уже успели заготовить, вы принесли сегодня в нашу студию? Ну, это домашнее, вот это домашнее. Это малинка, смородина, мелиса, мята. Вообще, вы знаете, как говорят, выпьешь чайку, забудешь тоску. Забудешь. Да, вот такая народная мудрость. А что вы посоветуете, Ксения, для чая? Все-таки заваривать вот в это время года листья свежие, например, вот смородина, малину, или все-таки засушенные? Мне кажется, что когда они засушенные, они более ароматные. У меня есть мятка свежая, мы ее тоже можем заварить. Но я люблю засушенную. Ну что ж, тогда рецепт. Какой-то рецепт июльского чая от Ксении Литвин. Давайте поаплодируем, поддержим Ксению. Давайте. Могу порекомендовать Иван-чай, очень хороший Иван-чай. Вот его здесь листики. Покажите нам его. Пожалуйста. Так вы как-то там рукой, ложкой что-нибудь, да. Будем заваривать. Завариваем, конечно. Будем заваривать Иван-чай немножко. Немножко это сколько? Ну, щепотки. Мы будем делать все по щепотке. А у нас даже в рецепте сегодня написано щепоткой. Да, все правильно. Так. Ну, ложкой же не измеришь. Ну вот, сколько взяла? Щипается, хорошо щипается. Я думаю, что, Петр, вы можете пойти и помочь. Давайте поаплодируем, да, и Петр поможет. Петр, подойдите к Ксении, пожалуйста. Не ешьте, не ешьте только сухую. Я понюхал. Хорошо. Так. Это тоже можно добавлять? Ну как, не колет, это крапива. Нет, не колет. Да, его уже сегодня ничего больше не колет. Это сморода. Это нужно обрывать от этого? Это сморода. Да нет, ложите все. Вместе с веткой. Да, ложите все. Все полезное, все полезное. Все, пельмешек туда. Мелисса, мелисса вкусно. Да, берите мелису. Давайте добавим. И мята. Мята, вот она свеженькая. Это кулинарный половинок. А такого нету, такой мята? Нет. А всего лишь чай травяной заварен, дорогие друзья. А Шухера сколько? Мне кажется, что-то сухая будет. Ну вот, ну вот она. Вот мята, такое хватит. Так, Ксения, напомните для наших зрителей. Там идут листья, травы, которые вы уже заготовили заранее. И вы хотите добавить еще свежую травку. Давайте. Я не могу ее рвать. Чего вы так боитесь? Слишком любит природу. Но она уже как бы мертвая, да. Она не мертвая. Она... Она срезанная. Она будет вам сейчас на пользу идти. Естественно, если так думать. Как вам аромат? Я слышал. Итак, что это за трава? Это мята. А, это мята. Холодная мята. И добавляем свежую мяту. Все это, Ксения, расскажите нам дальше. Все это мы заливаем, ну не кипятком, а 90 градусов. 90 градусов водой. Да, да. Кипятком не надо. Вот Павел вам сейчас поможет. Вот, вкусненько. Итак, пока чай из трав наш заваривается. Кстати, сколько вы советуете вот такую заварку держать? Пять. Пять минут. Пять минут, и можно уже употреблять. По полчаса. Ну что ж, пока чай заваривается, очень хочется услышать мнение диетолога. Татьяна, какие нюансы стоит знать при приготовлении вот травяного чая в домашних условиях, чтобы все-таки не навредить себе, а, наверное, скорее обогатить организм полезными веществами? В первую очередь, надо озадачиться тем, где это сырье было собрано. Потому что если мы собираем это самостоятельно, да, это вблизи магистрали и дорог ни в коем случае не должно быть собрано. Ни при каких обстоятельствах. Во-вторых, нельзя исключать аллергию. Надо обязательно, чтобы это сырье было уже проверено. Потому что монокомпонентные чаи, то есть когда один там, да, какой-то компонент, оно может и не так страшно. А когда идут поликомпонентные, вот как сейчас, много чего. Можно спровоцировать тяжелейшую аллергическую реакцию, поэтому этого делать не стоит. На сегодняшний момент из того, что они готовят, в принципе, достаточно все безвредное, да. Надо учитывать особенности. У нас очень любят люди употреблять зверобой. Так, но здесь у нас нет зверобоя. Нет зверобоя, слава богу. Ребят, спасибо вам. Тысячелистник, зверобой, такие вещества могут вызывать токсические поражения печени. Поэтому об этом надо помнить. И просто так употреблять нельзя. И еще один нюанс. Надо все-таки учитывать прием определенных лекарственных препаратов. Когда вы собираетесь какую-то народную медицину к себе применить. В этом случае лучше все-таки проконсультироваться со своим доктором, да, на тему того, что я принимаю это. И вот хочу еще, да, добавить туда народную медицину. Потому что в некоторых ситуациях это несочетаемая вещь. Спасибо, Татьяна. Спасибо огромное. Я с трудом могу удержаться, чтобы вот не попросить чашечку такого красивого ароматного чая. Ну подождем, пока заварится. Да, да. Кипятя может быть и у вас. У нас осталось одно незаконченное дело. Это пирог с вишней. Кому же он достанется? Ну мы сегодня объявили конкурс на лучший летний рецепт. Давайте напомним нашим зрителям, какие телефонные звонки у нас были. Это был рецепт кефирный... Кефир с капиной. Так, еще что было? Пюре. Суп-пюре с кабачками. Кабачки и сыром. И с картошкой, и с морковкой. Так, и еще, Ксения, что было? Последний был. Бухганка хлеба. Мы выбрали кирпичик, чтобы туда все это, все ингредиенты... То есть овощной там или какой-то? Овощной добавляю туда. Хорошо, кому достается приз? Давайте послушаем ваши варианты. У кого какие, что понравилось больше всего? Решать вам. Вам что? Я не знаю. Ксения, что понравилось? Ну я в супчиколупану. Я за. Я тоже. То есть очень понравилось кабачки. Сегодня точно не хватило кабачка в студии. Там еще был чесночок. Мне бухганка хлеба понравилась. Ну конечно. Я не сомневался. Да почему? У нас есть Татьяна. Суп-пюре с кабачками. Ура, мы победили. Суп-пюре с кабачками. Победил сегодня в нашей программе. Вот такой замечательный летний рецепт. Автор этого рецепта я попрошу обратиться к нашему редактору для того, чтобы ну хоть прямо сейчас приехать и забрать свой приз. Замечательный пирог с вишней, который приготовила Ксения Литвин по удивительному рецепту со своим секретиком. Сегодня достается вам и эти аплодисменты от нашей программы. Ну что ж, попробуем, попробуем приготовить такой для остальных просто действительно, да, вот для тех, кому не досталось этот пирожок можно в принципе попробовать по такому же рецепту приготовить самим. Ну что ж, дорогие друзья, наш программ подходит к концу. Прямо сейчас я хочу пригласить в студию весь состав коллектива «Разгары». Ведь, дорогие друзья, прямо сейчас прозвучит еще одна песня, которая и закончит нашу программу. АПЛОДИСМЕНТЫ Сыпал снег буланному под ноги. С поля дул прохладный ветерок, ехал парень дальнею дорогой, завернул погреться в куторок. Ехал парень дальнею дорогой, завернул погреться в куторок. А хозяйка еще молодая, как родного встретила меня. Горницу любезно пригласила, чарочку с дороги налила. Горницу любезно пригласила, чарочку с дороги налила. Горницу любезно пригласила, чарочку с дороги налила. А на утро рано спа за ранку, вышел я в буланного водить. Вижу, загрустила хуторянка, И не хочет со мной говорить. Вижу, загрустила хуторянка, И не хочет со мной говорить. На прощанье подала мне руку, Опустила в Ниссана глаза. Снял тогда я золотую стечку, Расседлал буланного коня. Снял тогда я золотую стечку, Расседлал буланного коня. Так и не доехал я до дому, Затерялся где-то в куторке. Что же делать парню молодому, Коль пришлась девчонка по душе? Что же делать парню молодому, Коль пришлась девчонка по душе? Сыпал снег буланному под ноги, С поля дул прохладный ветерок. Ехал парень дальнюю дорогой, Завернул погреться в куторок. Дорогие друзья, это была программа «Добрый вечер, Гомель». Мы желаем вам хорошего настроения и до новых встреч в прямом эфире.